Веселье по казачьей. Атаманская новогодняя елка собрала в Краснодаре более 500 ребят со всего края. Среди них отличившиеся кадеты, ученики казачьих классов и школ. Ребята получили сладкие подарки и увидели сказочное представление. Вместе с ними на праздники побывала моя коллега Кристина Соколова. Волшебное представление для казачат. Атаманская елка собрала в Центральном концертном зале ребят самых разных возрастов. Съехались они сюда со всего края, а еще из Адыгии. Там работает исторический отдел кубанского казачьего войска. Действуют они и в Абхазии, и в Карачаево-Черкесии. К сожалению, дети оттуда приехать не смогли. Это достаточно тяжело, есть свои проблемы. Но подарки от атамана сегодня приехал атаман, получил и повез туда, для того, чтобы вручить детям там уже на новогодней елке. Сладкими подарками шуршат во время представления и дети в Краснодаре. Многие из них впервые на атаманской елке, поэтому готовились к ней особенно тщательно. На мне справа казачья. Я сам захотел до конец. И кинжал тоже захотел взять с собой. Казак, он должен быть вежливый, защищать родину. Я сегодня пчелка, полик, барышня просто. Кто выбирал, кто придумывал костюмы? Мама придумала костюмы. Мама покупала платья, но очень они понравились. Нам очень повезло, я думаю, что у нас папа казах. Мы попали на елку в Краснодар. Но оказаться на атаманской новогодней елке мечтают не только дети. С Кугайнинским корпусом здесь встретились. Хотя бы повод вместе с фотографией увидится на общем мероприятии. Впервые атаманская елка зажгла огни 9 лет назад. Тогда подобного масштаба не было. Сегодня же дети мечтают сюда попасть, чтобы оказаться в настоящей сказке с казачьим колоритом.